Лютики и цветочки в поле колыхают, Ветерок шальной нежно обнимает, Степь цветет и пахнет, Эх, вокруг раздолье, Троица настала, и душе привольно. 30 июня, день Мануила, Назван в честь святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Это родные братья исповедовали христианство. Жили они в Персии. За отказ от пребывания на языческом празднике их обнажили и, положив на землю, беспощадно били суровыми ремнями по хребту и животу, а потом повесили на мучилищном месте, высоко пригвоздив к дереву их руки и ноги, и железными зубцами строгали все тело их. На помощь пришел ангел господин, и они перестали чувствовать боль. Солнце сегодня долго стоит в зените и дает растениям силу для роста, поэтому и называли этот день ярилкой. В Древней Руси ярила бог солнца. В этот день человек становился уязвимым для темных сил. По дворам ходит нечисть и жалобно воет. Если выйти из дома, то она может навести порчу. Верили, что нечистая сила может вселиться в обычное животное. Например, в результате этого у коровы могло испортиться молоко. Сегодня не разрешали ходить к озеру вечером. Говорили, что у водоема сидит маниха или манья, которая красотой кувшинок приманивала к себе красавиц и утаскивала их на дно. Верили, что манья и ее дочь сегодня ночью ходят по дворам и заманивают людей в леса, чтобы отдать их лешему на погибель. Приметы. Гроза сегодня к хорошему урожаю. Если кувшинки сегодня утром не поднялись из воды, будет похолодание и ненастье. Вечером видна радуга, погода будет хорошей. Кстати, а вы знаете, что такое водно-сливый обмен? Вы когда говорили, меня это заинтересовало. И интересно, почему для пожилых людей, для молодых это не так актуально? Нет, это всем актуально. Водно-сливый обмен – это один из важных показателей работы организма человека. Если будет неправильно, слишком много, ну, будем говорить, скапливается воды, человек отекает. Если слишком мало, значит, он будет плохо себя чувствовать. Кстати, вот это не надо выбрасывать. Вы знаете, это отличное средство. Хорошо. Сидя перед телевизором, допустим, просматривая любимый фильм, можно туда вот так вот ноготочки запустить. Отлично. Вот уже пошла. Очень хорошая штука. Рекомендую. Природная косметика. Видите? Добавляем немножко меда. А вот как реакция наступает, когда лимон соединяется с медом? А практически никакая идет. Ничего не разрушается? Растворение. Это мед разрушается только в кипятке. Правильно. Мед разрушается только в кипятке. Поэтому лучше при куску пейте с горячим чаем. И ни в коем случае нельзя опускать. Правильно. Итак, мы с вами размешали. Так. То есть, еще раз повторим. Водно-солевой обмен – это способность организма у нас нормально работать, при этом не обезвоживаться и не накапливать излишки воды. А как это можно определить? Есть ли излишки воды? Вот может быть каким-то нажатием. А, то есть вот мешки под глазами, да, обычно? Мешки под глазами. Потом еще просто-напросто на кожу нажимаем вот так вот. Она должна быстренько восстановиться. Раз. Вот. Восстанавливается. А когда она медленно восстановится, это говорит о том, что она уже перестала работать. Сейчас все сидят и проверяют. Да. И, кстати, препараты из сельдерея используются для регулирования деятельности печени и почек, усиления половой функции. Представляете? А у нас сколько сейчас таких людей, которые страдают? Ну, попробуйте, заставьте мужчину есть сельдерей все-таки. Ну, вот такой вот салат. Вот большинство, все-таки женщин, наверное, склонны вот к такой пище. А так как мы его сделали сейчас и попробуем, а вкусен он или нет. Еще разок я пробую. Что у нас получилось? Посмотрим. Он стал более кисленьким. И сладеньким. Кисло-сладким. То есть на все вкусы. Боже мой, как же вкусно. Боже мой, как же вкусно. Пробуйте. Я уже попробовала. Хорошо. Сейчас еще попробую. Вот такой салат. Можно использовать тем, кто страдает отсутствием сна, как снотворное. На ночь. У кого? Правильно. И кстати, вполне-то не будет. У кого имеются там какие-то там боли, он способствует тому, что успокаивает различные непонятные боли в организме. Прекрасное рано заживляющее средство. Каким образом? Потому что укрепляет он организм. И здесь содержатся различные вещества, которые этому способствуют. Естественно, прекрасное средство от ожирения. Не ожирейте. Поэтому на ночь кушайте этот салат. Он создает объем в желудке. И вы, почувствуя насыщение, не будете переедать там печеньем, там тартам или еще. Значит, прекрасная профилактика от ожирения. От таросклероза. То есть еще полирует наши сосудики. Правильно. Сосудики у нас будут чистые. И является, что важно подметить, профилактикой аллергии. А это бич современных людей. Но профилактикой, не лечением. Да, именно профилактикой. Если вы будете постоянно есть такой салатик, то у вас, как правило, и аллергии не будет. Потому что она возникает из-за того, что накапливаются различные вещества в организме, которые ее вызывают. А так все, она раз и очищает. Я поняла, что это мощный антисептик. Антисептик раз. Мощное средство омолаживающее два. И прекрасное средство от ожирения три. Кушайте такой салат. Геннадий Петрович, ну ладно я, любительница вот такой пищи. А вот, допустим, как мужчину заставить есть сельдерей? И мужчину можно заставить есть сельдерей. Но для этого уже используется несколько иной. Не столько клубень, а черешки. Для того, чтобы он был вкусный, мы с вами сделаем особый майонез. Поэтому делаем... Майонез к мясу, да? Правильно. То есть пока жарится шашлык. И уже его с шашлыком. Да-да-да, в предвкушении вот этого до запаха. И мы в этот момент... Так, что мы делаем? Мы берем тюбельки, раз, взяли тюбельки. Сейчас я, как всегда, у вас не подхватил. Теперь сюда берем сметану. Или сметану, что это? Добавляем сметану. Мне нужна ложка. Ложка-ложка здесь. Ложечка, вот она ложечка у нас. Или вилочку возьмите. Ну, давайте вилочку. Так, сюда сметанку выкладываем. Все? Их сметанки... Можно все. Все, хватит. Их сметанки очень хорошо сделать... Добавить, вернее, чесночок. Чтобы получился остренький. И очень интересное сочетание. Вот такой вот зеленый сельдерей, черешковый. Он дает силу организму. А чесночок еще дает страсть. И соединение силы со страстью делает человека... Прямо какой-то роман. Да, вот таким вот он будет. А стебель сельдерей, наверное, нужно его чуть-чуть, да, вот так вот порезать? Чтобы можно было макать, я так предполагаю, да? Можно, можно порезать, порезть его. Так.